И сегодня же под председательством президента Шавката Мерзиёева состоялось видеоселектное совещание, на котором обсуждены результаты хода реализации правительства мер по достижению намеченных на текущий год целевых показателей социально-экономического развития отрасли и регионов. Особое внимание руководителю отрасли и регионов обращено на необходимость оперативного решения логистических вопросов при реализации инвестиционных проектов и осуществлении экспортных поставок. Отмечено за январь-февраль текущего года освоено 687 миллионов долларов иностранных инвестиций, в том числе 615 миллионов долларов прямых иностранных инвестиций и кредитов. С начала года введены производственные мощности по 506 проектам общей стоимостью 337 миллионов долларов, что обеспечило создание свыше 7 тысяч новых рабочих мест. За два месяца объем экспорта товаров и услуг превысил 1,7 миллиарда долларов и по сравнению с аналогичным периодом 2021 года вырос на 20%. В частности, экспорт, производимых отечественными предприятиями строительных материалов, увеличился почти в два раза. Электротехнической продукции в полтора раза, текстиле и плодо-овощной продукции в 1,3 раза. Отдельно глава государства остановился на вопросах обеспечения стабильности цен на внутреннем потребительском рынке. За два месяца текущего года уровень инфляции составил 1,38%, что ниже, чем в аналогичном периоде 2021 года – 1,7%. Вместе с тем, резкие колебания цен на глобальных рынках требуют принятия со стороны руководителя ответственных ведомств и регионов страны дополнительных мер по недопущению резких изменений цен на внутреннем рынке. Прежде всего, за счет насыщения продовольственного рынка товарами в необходимых объемах. В этой связи президентам дана критическая оценка, проводимая руководителем регионов в работе по выделению населению дополнительно 80 тысяч гектаров земельных площадей для развития приусадебных хозяйств и выращивания на них востребованной на внутреннем рынке сельскохозяйственной продукции. Также даны конкретные указания по повышению эффективности выделенных государственных средств в размере 2 триллионов сумм на поддержку развития плодовощеводства и ускорению освоения данных средств. Руководителям регионов поручено принять дополнительные меры по обеспечению бесперебойной поставки продукции на продовольственные рынки и формированию в этих целях необходимых резервов.